Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня снова с вами в Харькове, но только на другой стороне города, в северной части. Мы с вами заехали со стороны Белгорода. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами в Харькове. Находимся на южной части площади Николаевской, как она называлась раньше, а сейчас называется площадь Конституции. И здесь мы видим на первом слайде Николаевский собор. Он назывался собор Святого Николая. Первая церковь Николаевская, с отдельно стоящей колокольней, возникла за восточностенной крепости города Харькова, вскоре после основания города. По преданию, в ней в 1709 году присутствовал на богослужении дед первый, который в то время посетил Харьков. В 1733 году деревянная церковь сгорела. Позднее, в 1764 году, на этом месте был заложен новый каменный храм, который окончили строй в 1770 году. Треглавый четырехъярусный храм был сооружен в формах весьма близким Покровской церкви. В 1825 году была построена новая отдельная каменная колокольня, под которой помещались винный подвал и лавка. Эту колокольню снесли в 1854 году. В 1832-34 годах на Николаевской церкови сделали надстройку, в которую поместили два теплых престола. Главный во имя введения в храм Пресвятой Богородицы и второй во имя святителя Митрофана. Кроме того, в 1833 году храму пристроили предел, освященный в честь пророка льги. А потом, в начале 80-х годов над придвором сооружили еще здания, еще конструкции. По проекту архитектора Покровского трехполетную открытую звоницу, напоминающую звоницу псковских храмов. Во второй половине 80-х годов храм признали обещавшим, несмотря на возражения со стороны ревнителей старины в 1866 году, разобрали. На период строительства нового храма в сквере, вот там вот располагался сквер, перед зданием дворянского собрания, соорудили временную деревянную церковь. В 1877-1996 годах по проекту Немкина возвели величественный пятеглавый храм в русско-изантийском стиле. Хотя этот храм занимал центральное положение в городе, следствия на его возведение и собирались с трудом на протяжении девяти лет. Тем не менее здание получилось стесно эффективным. Днем были теплые и холодные части церкви. Кроме главного престола, имелись престол в честь введения во храм Богородицы и иконы Иверской Божьей Матери, а также в честь пророка Ильи, святого Митрофана и великомучика Федора Терона. Вот так выглядела Павловская церковь со стороны здания дворянского собрания, где мы с вами в прошлом видео видели. Вот мы видим, что на этом месте деревья растут, сквер красивый. Сейчас всего этого нет. Сейчас здесь проезжая улица. В 30-е годы 20-е века Свято-Николаевский собор попал под горячую руку. Тем более для его сноса легко нашелся повод. Он мешал строительству трамвайной линии между Николаевской площадью и улицей Пушкинской. Вот раньше вот здесь был трамвай. Сейчас и трамвайной линии тоже здесь нет. А строится что-то громадное, что-то большое, что-то монолитное. Пожалуй, увидим, что это будет. Ныне место собора занимает широкая дорога, площадь, с выходом на станцию метро и много других сооружений, которые вы вначале уже посмотрели. Вот мы с вами видим интересное здание, которое построено было после войны, старинского типа. У меня есть наши друзья на Ютубе. Моя землячка Елена, она меня критикует, что я всегда говорю, что у меня есть партия разрушителей, варваровая партия Созидателей. Да я сейчас повторюсь. Вот, пожалуйста, партии Созидателей сделали. А вы, партия Созидателей, критикуете, что нужно все советское, все коммунистическое уничтожить. Уничтожают вот такие здания. Я хотел бы на вас посмотреть, как вы будете выглядеть перед харьковчанами. Вот так мы с вами познакомились с историческим памятником, который не дожил до наших лет. К сожалению, эта площадь многократно переменовалась, многократно перестраивалась, уже не имея того вида, которое имела даже после войны. И эта церковь многократно перестраивалась, ломалась и, к сожалению, ушла на битве. Надеемся, больше таких историй не будет. До свидания, друзья.